В 2015 году необходимо произвести 19 тысяч тонн зерна, 26 тысяч тонн картофеля, 20 тысяч тонн молока. Такие планы озвучил глава администрации Шамушинского района. Сельское хозяйство является ключевой отраслью, которая сегодня обеспечивает жителей всего муниципалитета. В 2014 году сельхозтоваропроизводителям Шамушинского района была оказана государственная поддержка в размере 76 миллионов рублей. Это почти на 9% больше по сравнению с 2013 годом. Два начинающих фермера получили гранты на создание и развитие фермерского хозяйства в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. В 2014 году государственную поддержку по предоставлению льготного кредита на развитие личного подсобного хозяйства получили 811 личных подсобных хозяйств на сумму 197 миллионов 800 тысяч рублей. Всего с начала реализации проекта воспользовались льготными условиями кредита 6 480 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на сумму 1 миллиард 434 миллионов рублей. Личных подсобных хозяйств, привлекших льготные кредиты, тоже стало больше. Производители сельскохозяйственной продукции обеспечивают значительные поступления в бюджет. У вас в районе замечательно идет исполнение, пополнение доходов по единому сельскохозяйственному налогу. Почти в 1,6 раза больше, чем в уровне 2013 года. И мы здесь видим основной момент в том, что в районе очень активно идет работа по регистрации земельных долей. Государственная регистрация сегодня произведена на площади в размере 89% этих сельскохозяйственных. Это действительно очень хороший показатель по республике, если сравнивать с другими районами. Сейчас основная задача района подготовиться и успешно провести весенние полевые работы. Тут встает вопрос об обеспеченности в достаточном количестве семенами. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики, в данном районе с этим проблем не возникает. Обеспеченность составляет 107%. Но основная проблема, это все-таки у нас есть такой критерий, элитные посевы. Сейчас проблема в Шумуршском районе это отсутствие элитных семян. Ну, Валерий Петрович сказал, что имеется договоренность. Я думаю, что этот показатель, в принципе, будет выполнен. В заключении встречи глава администрации района озвучил проблему, которая волнует население на протяжении нескольких лет. Республиканская автомобильная дорога Шумурша-Сайгину-Алтышево протяженностью 25 километров стала совершенно непригодной для использования. Это дорога жизни для больших подробностей. Там детский маршрут, школьный маршрут, потом автобусные сообщения. Это целый подрайон там проживает. И каждый день бизнесмены, предприниматели ездят за товаром, обслуживают население и ломают машины. Помогите нам по ремонту, реконструкции вот этой дороги. Это республиканская дорога. Вот эта просьба от всего зала, всего шумуршинского народа. Вы традиционно один из самых эффективных глав. И обычно просьбы, которые вы обращаетесь в республиканские органы власти, со временем трансформируются в решения и в дела, о которых вы сказали с трибуны. Поэтому то, что касается дороги, если она республиканская, мы этим вопросом займемся. Это по-любому наша зона ответственности. Постараемся, чтобы это было не в дальнем углу, а в ближайшее время приступили к проекту по модернизации. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Ушел из жизни Геннадий Николаевич Архипов, бывший президент Чувашского национального конгресса. Прощание с общественным деятелем состоится 5 февраля перед заданием национального конгресса в первой половине дня. Геннадий Архипов родился в деревне Нижней Яуши Ядринского района в 1956 году. Был руководителем комитета Госсовета Чувашии по культуре, образованию и печати в 90-х годах. Много работал по внедрению чувашского слова в русскоязычные школы, укреплению дружбы между народами республики и связи между национальными центрами. Геннадий Николаевич отмечен званием заслуженный работник культуры Чувашской республики, золотой медалью Ассамблеи народов Российской Федерации. В 1997 году был избран президентом ЧНК и руководил им более 15 лет.